Диспозиция сил Президент провел совещание по вопросам военной безопасности Ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты, столкновения и так далее На чем акцентировал глава государства Дорожный дозор. Коммунальщики готовы к любым капризам зимы Эту технику мы ждали очень давно, надеялись, очень и не один год Что под силу новым машинам На одном дыхании в Бобруйске прошел открытый чемпионат по плаванию среди инваспортсменов Очень рада, я обогнала свою главную сперницу Как это было А также гибридная война, ковидные надбавки и печальная новость Ушел из жизни певец и композитор Александр Градский Каким запомнился заслуженный артист Гибридная война против Беларуси развернута практически по всем направлениям Об этом президент заявил на совещании по вопросам военной безопасности Глава государства в очередной раз обратил внимание на усиление милитаризации вдоль западных рубежей Границы нашей страны подтягивают все большее число военнослужащих, танков, бронетехники и авиации Александр Лукашенко отметил, замысел врагов до конца еще неизвестен Но представить общую картину уже можно Я поручал министру обороны ни в коем случае и руководителю пограничных войск Ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты, столкновения и так далее В то же время генералу Хренину и генеральному штабу было поручено подготовить планы Возможного ответа на возможную агрессию против Беларуси И не только агрессию, возможное противоправное действие с нарушением государственной границы В Генштабе каждый раз должны помнить По каким направлениям эти мерзавцы будут действовать против нас И как мы на это будем реагировать Главнокомандующий подчеркнул, белорусы люди мирные, но защищать свою страну будут всегда Кроме того, у нас есть все возможности реагировать на всякого рода телодвижения с оружием на границах Без транспортных коллапсов Бобруйские коммунальщики вовсю готовы к сюрпризам зимы Закупленного противогололедная смесь обновился парк техники всего порядка 60 машин Когда ДЭП пройдет проверку на прочность, узнала Карина Гуревич До зимы рукой подать Впереди морозы, гололед и снегопад Бобруйские дорожники подготовили сани с лета На базе ДЭП горячую пору ожидают уже проверенные временем универсальные погрузчики Плюс новенькие автогрейдеры, плужно-щеточные и комбинированные машины Это МАЗ 5912. Он способен одновременно убирать снег и посыпать дорогу противогололедной смесью Техника экономит время и средства. Раньше на этот же объем работы понадобилось бы две машины На зиму уже заготовлено 12 тысяч тонн песко-соляной смеси. На три тонны больше, чем в прошлом году Бороться с погодными сюрпризами будут порядка 470 бойцов ДЭПа В режиме 24 на 7 дорожники работают еще с середины ноября За помощью могут обратиться и организации города Заключаем договора, если это очистка их территорий, предприятий или же прилегающих территорий С нами заключают договора, как и заправки на расчистку прилегающих территорий и подъездных путей Прошлая зима принесла в Беларусь обильные осадки Больше всего снега выпало в Могилевской области Максимальная высота 57 сантиметров Дорожным службам приходилось оперативно справляться с сугробами и гололедом На борьбу с непогодой были брошены все силы Абсолютный минимум температуры в стране достиг 29 градусов ниже нуля По сравнению как те годы, те годы, конечно, на тех машинах мы работали, не хватало третьей руки Эту технику мы ждали очень давно, надеялись, очень и не один год Надеялись, что эта техника все же пройдет На вторник в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности Ветер усилится до небезопасных 20 метров в секунду Прогнозируется гололедица, местами ожидается сильный снег А значит, не исключено, что новенькая техника ДЭПа вот-вот появится на Бобруйских дорогах Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360 Декабрьские изменения, новые бонусы и миграционный кризис Свыше 1800 граждан Ирака вернулись домой рейсами из Минска Как обстоят дела на границе Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В Беларуси средняя зарплата врачей составила 2300 рублей Задача правительства сохранить этот уровень даже без ковидных надбавок Для этого руководители Министерств здравоохранения и финансов Заканчивают разработку системы других выплат В первую очередь за сложность и напряженность работы по категориям В целом планка на пятилетие Зарплата медиков в полтора раза должна превышать среднемесячную по стране По сообщению иракских авиалиний свыше 1800 граждан этой страны Вернулись домой рейсами из Минска Тем временем в лагерь беженцев продолжают подвозить гуманитарную помощь От неравнодушных белорусов Ее с дезапасом на несколько дней За безопасностью следят сотрудники МЧС В круглосуточном режиме дежурят медики Последний месяц года принесет в жизнь белорусов ряд изменений Автовладельцам придется уплатить первую часть транспортного налога И поменять летнюю резину на зимнюю Не исключено, что повысится стоимость проезда в общественном транспорте Также только до конца декабря можно будет обменять старые деньги Выведенные из обращения после деноминации 2016-го В Беларуси за 9 месяцев количество юрлиц и индивидуальных предпринимателей выросло до 375 тысяч Если говорить о поставках товаров за рубеж малыми и средними предприятиями То они увеличились почти в полтора раза Их удельный вес в общем объеме экспорта – 42% В топ-10 основных наших торговых партнеров из числа стран СНГ вошли Россия и Казахстан Печальная новость пришла из России Прошлой ночью не стало певца и композитора Александра Градского Ему было 72 года Накануне музыканта экстренно госпитализировались подозрением на инсульт Несколько часов медики отчаянно боролись за его жизнь Однако спасти Градского не удалось Народный артист и наставник проекта «Голос» был одним из основоположников русского рока Он исполнил такие песни, как «Нам не жить друг без друга» и «Как молоды мы были» Настало время творить добро Каменский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов посетили народные избранники В рамках благотворительной акции депутаты палаты представителей привезли подарки Теплые вещи, обувь, посуду, средства личной гигиены и сладости Сейчас на базе учреждения работает студия для социализации Где подопечные учатся сами накрывать стол, убирать посуду, готовить и ухаживать за собой А еще они шьют, изготавливают свечи и мебель Мы видим необыкновенную заботу Мы видим, что им здесь очень комфортно Мы восхищаемся тем, что они имеют возможность сегодня творить И не только творить, но и самореализовываться Вот такие мероприятия показывают, что мы вместе и любые трудности нам по плечу Отрадно то, что государство не оставляет этих людей сам с собою Что проявляет заботу, внимание и, конечно, вкладывает большие материальные средства Для того, чтобы содержать дома-интернаты В Каменском доме-интернате проживает 365 человек от 18 и старше Среди них инвалиды первой и второй группы Для восстановления психического и физического здоровья Люди пользуются спортзалом, клубом, библиотекой, тренажерами и мини-стадионом Для отдыха на свежем воздухе благоустроена лесопарковая зона Работают кружки художественной самодельности и клуб любителей шашек Как заверили депутаты, такие акции будут продолжать и в других учреждениях региона Президенты на Паралимпийские игры В Бобруйске прошло областное открытое первенство по плаванию В числе участников молодые люди с нарушениями слуха, зрения и порно-двигательного аппарата Ольга Васенда о том, как становятся чемпионами У 15-летней Кристины Ещик проблемы с левой рукой Из трёх пальцев работают только два Несмотря на диагноз, девочка уже четвёртый год занимается плаванием Тренируется шесть дней в неделю В этот раз решающий заплыв На кону звание мастера спорта Горожанка преодолевает комплексную дистанцию в 200 метров за 3 минуты 10 секунд Это её собственный рекорд Сейчас я прям мощно проплыла, я никогда так не плыла Огромное спасибо поддержке Даши, моей подружке Она у меня на спине такой одела, одела, быстрее плывём Вот вообще, я очень рада Я обогнала свою главную соперницу В числе участников открытого первенства Плавцы с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата Возраст от 8 до 21 года Большинству местные, остальные представляют Минск, Могилёв, Гомель и Молодечно Особенных спортсменов поддерживает и 16-кратный паралимпийский чемпион Игорь Бокий отмечает, ребята показывают достойный результат Дистанцию преодолевают на одном дыхании Стараемся дать как можно больше, чтобы не пропадали где-то дома Не сидели, вытаскиваясь по максимуму на улицу, на спортивные объекты, площадки Это очень здорово и нужно двигаться в этом направлении Первенство проводится на призы заслуженного тренера Беларуси Геннадия Вишнякова Развитию паралимпийского движения в Бобруйске, как и во всей стране, уделяется огромное внимание Это отличная возможность заметить детей и молодежь с потенциалом Дату развития, которая позволит нам среди участников увидеть способных, талантливых, одаренных пловцов Дать им шанс расти, развиваться и добиваться высоких результатов Этот чемпионат точно не последний Организаторы признаются, он станет традиционным В дальнейшем участие смогут принимать и пловцы из других стран Если первенство обретет международный статус Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Особое меню у христиан начался рождественский пост У православных он продолжится 40 дней и завершится на светлый праздник Рождества Христова В это время церковь предлагает не только воздерживаться от потребления мяса, яиц, молочных продуктов Но особое внимание прежде всего направит на духовное очищение и обогащение Необходимо чаще посещать богослужения, молиться и причащаться А также наладить отношения с родными и отпустить обиды Цель поста это очищение души, ее обновление в лучшую сторону В лучшую сторону очищение самого человека От каких-то плохих мыслей, плохих действий И вот средства к этому как раз и есть ограничения в пище Молитва, дела милосердия Более строгим становится пост со 2 по 6 января А в последний день пищу принимают не раньше, чем появится на Востоке первая звезда Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»